Джулия.руфлорида, теперь мой новый инстаграм Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет наша любимая Юлия.руфлорида С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в центральной Флориде, точнее город Орландо и его пригороды Мы продолжаем сагу поиска недвижимости под короткую сдачу для моего клиента из Калифорнии, у которого бюджет 260 тысяч наличкой Мы находимся сейчас в городе Клирмонт, этот город очень близок, опять-таки, к Дисней паркам, но это уже не Кисиме Нужно немножечко проехать, в общем, до Дисней парков отсюда 15-20 минут, что-то в этом промежутке Тоже близко? Да, это комьюнити, оно очень популярно, это находится буквально на пересечении Кисиме и Клирмонта, буквально как бы юг Клирмонта Очень близко, опять-таки, к Диснеевским паркам, причем с этого комьюнити можно использовать два въезда в парке Есть один поближе, даже минут 10-15 езды отсюда, и другой подальше, который въезд из Кисиме То есть здесь можно выбрать, с какой стороны в какой парк въехать Опять-таки, наш бюджет 260 тысяч долларов, наличка Сейчас мы смотрим дом, который стоит 385 тысяч Мы не вкладываемся в бюджет, но мы рассматриваем такой вариант, где мы, скорее всего, можем взять, ну, скорее всего, возьмем, если этот дом нам понравится, возьмем кредит Под, например, 200 тысяч будет down payment, в этом случае будет очень хороший низкий процент И остальные 60 мы можем оставить для покупки другой недвижимости, может быть, какого-то конда поменьше И тоже взять на него кредит, то есть разбить эти 260 тысяч долларов на два кредита Этот дом находится в комьюнити, который называется High Grove, я не уточнила High Grove очень популярное место для туристов Прежде чем сделать любую выборку по популярным или непопулярным комьюнити Я всегда связываюсь с профессионалами, которые занимаются property management специально для короткой сдачи для туристов Это отдельная профессия, это не риэлторы, у них свои лицензии, они этому учатся в процессе практики Очень много законов меняется, то есть это совершенно отдельная профессия Те люди, которые будут заниматься, например, ведением, издачей вот этого дома или других объектов, которые мы смотрели Они будут заниматься полностью заселением туристов, ведением документации Также они помогают с налогами, кстати, на короткую сдачу там еще будет дополнительный налог с прибыли 6-7% в зависимости от каунти То есть они занимаются бухгалтерией, они занимаются maintenance, это обслуживание, да, если что-то сломалось Ну, в общем, полностью занимаются обслуживанием и сдачей таких объектов и этим бизнесом для своих клиентов Этот High Grove, это комьюнити, все property management, они очень хвалят Говорят, сдается здесь на улет, очень хороший и приятный комьюнити Мы зайдем, посмотрим клабхаус, очень хороший клабхаус здесь Чистая комьюнити, ухоженная И давайте тогда расскажу быстро по этому дому Зайдем его посмотрим И мы уже будем решать с моим клиентом, подошел ли ему какой-то из этих объектов И наши финансовые передвижения в будущем, то ли он будет покупать за наличку то кондо или тот тонхаус, который мы посмотрели Или что-то будем ждать новое Или же он разобьет свои наличные деньги на два объекта и возьмет кредит По этому дому 4 спальни, 3 ванных, полных 3 ванных Цена вопроса 385, я уже говорила Стоит буквально 2 дня на рынке, он только что вышел Площадь дома 1632 square foot, 152 квадратных метра Очень маленький, кстати, HOE здесь 2620 Это, знаете, в год Где-то около 220 долларов получается в месяц Это, кстати, очень неплохо Да, не забывайте, это short term Это short term Ну, кстати, на single homes, на частные дома Всегда HOE ниже, чем на кондо или тонхаус Потому что здесь крыши, например, опять-таки крыши Это уже обязанности владельца Там это все обязанности HOE То есть здесь будет подороже страховка Там на недвижимость, там будет страховка пониже То есть, знаете, плюсы-минусы, дебет с кредитом Оно где-то как-то, в принципе То же самое и выходит В частный дом всегда Годовые выплаты всегда будут ниже Даже с более высокой страховкой То есть на такой дом Страховка будет стоить Приблизительно около 2,5 тысяч Может быть, плюс-минус В год А на кондо будет, возможно, и на тонхаус Будет около тысячи долларов То есть есть какая-то разница Но если взять и ЧУЕЙ, страховка и так далее То, может быть, дом даже выгоднее покупать Но цена вопроса, она будет при покупке выше Так, пошли дальше у нас Налог, я не сказала 2,850 в год Небольшой Вы знаете, неплохо Причём в этом доме есть бассейн Причём с подогревом Давайте посмотрим Мы ещё его не посмотрели А из чего сделан этот дом? Дом сделан из блоков Из тако, да Мне кажется, да Это одноэтажный дом Одноэтажные дома Обычно блоки И второй этаж уже делается вудфрейм Крыша здесь я смотрела в таком Крыша черепичная Да, очень красиво выглядят дома Во всём комьюнити Они все построены в одном образе То есть такой средиземноморский стиль комьюнити Так, заходим мы в прихожую У нас здесь плитка, которая выглядит как деревянные полы Очень, кстати, приятная плиточка Так, здесь переход такой Здесь переход, они пожалели, видимо Денег на плитку Так, кухня, кстати, большая Кухня большая Открыть в пантре Да, это кладовочка для кухни Кладовочка Хорошо, отлично Кстати, я думаю А, там, наверное А, вот здесь что? Сейчас мы будем разбираться Мы первым раз в этом доме Я надеюсь, это не выход в гараж Это выход в гараж Ух ты! И вход прям в стол Интересно Интересная планировочка Такого мы ещё не... Смотрите, как они используют гараж Я, кстати, очень часто занимаю Замечаю в домах Гаражи используют Как комната для игр Развлечения, отдыха Класс! Слушайте, бильярдный стол Здесь даже можно, смотри Где нам открыть? Я не знаю, где гараж открывается Где-то должна быть кнопочка Ну что, ты хочешь себе открыть гараж Что произойдёт? Если откроешь, просто света будет много И можно, в принципе, это использовать Даже как вот вечером на бэк-пати Во дворе сидишь Здесь можно, кстати, очень красиво оформить Ещё поставить пару диванчиков Один может быть длинный Диванчик и Всё, такую барную стоечку И не поняла, где открывается гараж Ничего страшного Аэрохоккей Слушай, вообще всё есть Ну смотри, здесь даже швабры есть То есть это всё остаётся Всё остаётся Смотри, даже интересно Для детей, видишь Здесь уже коляска есть Столик для ребёночка Если с маленькими детьми Всё продумано Класс С необычной, конечно, стороны Я ещё такого не видела Заходишь в обеденную зону Ах, посмотри, видишь, здесь что Вау, вот как Стирали сушеные машинки Друг на друге стоят Ну да, чтобы место экономить Ну если так посмотреть, то Кухня, наверное, маловато Там дверь открыла, там дверь открыла Везде дверь открыла Она вроде бы и большая Слушай, ну всё равно По сравнению с кондо, который мы делали Здесь кухня большая Но всё-таки это дом На самом деле, мне кажется Туристам вот это всё равно Там дверь открыла Там дверь, главное Там игровая зона Да Здесь есть стиральные, сушильные машины Всё есть И, в принципе, большая гостиная И большая кухня вместе Не-не, нормально А, кстати, бытовая техника хорошая Видишь, она такая практически новая Да Видимо, её недавно меняли Плита Приличная Знаете, для шорт-терма Всё прилично Смотри, какой бантик Даже красота невозможная Так бы научиться И дома так всё делать Было бы идеально Так, проходим Мы с вами, наверное, начнём С двух гостевых спален Да Потому что они возле хода Проходи Давай Ух ты Так Тут у нас детская Алло Это телевизор Нам кто-то звонит Ха-ха-ха 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 Маньяк Маньяк Так, ладно, продолжаем съёмку Отвлеклись Нам позвонили Так, что тут у нас Если открыть Ой Ага Вид на соседей А тут тоже так миленько Да, можно открыть Если что Здесь Тут везде вид на соседей Тут везде вид В принципе на соседей Так, тут у нас кладовочка Стандартная В общем-то Что там А, вот В общем-то Здесь ванная Да, туалет Джеканжил Да, то есть ванную и туалет Делят две спальни Такой вот Отдельно здесь ванна с туалетом Они закрываются Дверкой Ну, конечно Места не сильно много Но Вот переход В следующую спальню Тоже на две кровати То есть большой семьёй Можно сюда въехать Да, конечно Здесь четыре спальни В принципе Да То есть четыре человека Уже можно в эту спальню поместить А так и снимают Ты знаешь Например, две семьи Друзья Или родственники Например, двое взрослых Двое детей Ой, четверо взрослых Четверо детей Они просто делят За аренду сумму И заселяются в такие Четырёхбедромные дома Четырёхспальные дома Извините Так, что у нас здесь? Куда пойдём? Здесь получается Две комнаты Которые побольше То есть Вот эту комнату могут взять родители В те комнаты детей положить В общем, это мастер-бедром Хозяйская спальня Вот она такая Как будто бы побольше И с выходом в бассейн С выходом в бассейн Классно Так, что у нас здесь? Так, ну раковина здесь одна Не как хозяйская, знаете, ванная И душевая Душевая кабинка Есть окошко Что хорошо Так, кладовочка Ну что, проходим дальше Здесь тоже получается Ещё одна мастер-хозяйская спальня То есть две практически одинаковые Да, только там выход Через раздвижные двери Да, здесь выход из ванной Так, а здесь вот ванная Ещё одна Так, душевая кабинка Туалет А, вот тут ещё такая Кладовочка есть Так, и вот он Выход на бассейн С такой стороны Так, ну мы можем С этой стороны и выйти, да? Что ты думаешь? Даже уже красиво выйти Она всё здесь закрывает Дверь И выйдем красиво В общем Две мастер-бедрум Что тоже хорошо Так, погоди А здесь ли мы Всё посмотрели Кладовочка А здесь, наверное, сторож Он закрыт, видишь? Да, да, да Скорее всего, там владелец дома Хранит какие-то Всякие свои мелочи Да, и бытовой химии Не хочется, чтобы всех открывали И всё Это выход в бассейн Так, хорошо Всё под скрином Под сеточкой От комаров, от листиков Бассейн хороший Хороший, чистый Да, да, да Видно, что ухаживают за домом И спа Да, они как Мы иногда, да, приезжали Там всё зелёное цветёт Кстати, сюда было не так легко В принципе попасть Потому что здесь жили уже туристы И мне пришлось ждать Когда у них переходные Вот эти пару дней Вот сегодня мне разрешили дом посмотреть А так, в принципе, он сдаётся постоянно Всё понятно Ну, хорошее впечатление В принципе, у меня хорошее Что ты скажешь? У меня тоже, да? Угу Я считаю, было бы подешевле немножко Было бы вообще идеально Ну что ж, у нас задача такая Не очень лёгкая Потому что инвентаря на рынке Совершенно мало Нам приходится выбирать из того, что есть Естественно, мы будем ждать Может быть, что-то и лучше Более интересное выйдет Но на данный момент На сегодняшний день Это три самых интересных варианта Которые есть на рынке Задача непростая Долго тянуть не нужно Цены растут Не по дням, а по часам, так сказать Да, всё, что новое выходит на рынок Я уже замечаю Уже выходит по цене дороже Но, честно говоря, мне Все три объекта очень понравились Они совершенно три разные объекта Танхаус, кондо и частный дом Нам придётся посравнивать Нам придётся сложить все цифры вместе Дебит, кредит, какие затраты и так далее То есть нам придётся ещё сделать математику Прежде, чем мы Обязательно Да, прежде, чем мы примем какое-то решение И опять-таки, смотрите Взяв кредит на этот дом Пусть за большой down payment По кредиту это в месяц будет, скорее всего, где-то около 900 долларов То есть, опять-таки, за то, что вот этот Income, прибыль, да Всё равно нужно уже автоматически в месяц ещё отнимать 900 долларов Но сдаваться дом будет намного дороже Намного, я думаю, что этот дом спокойно сдастся за 250 долларов и выше в ночь Скорее всего, 275 Это мы тоже будем проверять с моим клиентом Прежде, чем примем решение Естественно, мы будем звонить в property management Спрашивать, какая среднестатистическая цена за ночь в каждом из комьюнити Всё, что я знаю, я нахожу на веб-сайтах Airbnb Вот, но 250 долларов, я уверена, что здесь в ночь В среднем, скажем В среднем, да Конечно В сезон, не в сезон Да, в сезоны это может быть и выше Может доходить и до 300 Да, в не сезон, соответственно, ниже И поэтому мы примерно говорим Да, ещё я слышу, разговариваю с менеджерами Они говорят, что в первую очередь сдаются дома с бассейном Во вторую очередь уже всё остальное То есть сначала заполняются дома, где есть свой бассейн А потом уже остальные там хаусы, конды и так далее А если это конда, то сдаются лучше конда, где большой бассейн Большой бассейн, вот типа того, который мы видели в предыдущем видео Вот, кстати, да, ссылочки мы оставим Переходите, смотрите эти видео тоже Да, наши предыдущие объекты Всё, на этом мы прощаемся Надеюсь, я всё вместила во всех трёх видео Если есть какие-то вопросы, спрашивайте Естественно, когда смотришь на камеру Ты там, хоть даже сценарий у тебя был какой-то в голове Ты начинаешь там что-то забывать, путаться, потому что очень много всего отвлекающих каких-то манёров То свет включить, то холодильник открыть И уже забываю, что хотела сказать Ну, простите, это человеческий фактор, мы все люди Ну что ж, на этом прощаемся Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА